Мы должны были исчезнуть в 2020-м совсем. Риелтора кормит интеллект. Мы хотим, чтобы вы больше зарабатывали, и все. Честно, до 2011 года я не раз не съездил в отпуск за 11 лет. Я никуда не уйду, я просто замом. Сегодня день откровения. Не-не-не, так ну слушайте, это же правда. Я, знаете, я всегда считаю, надо говорить правду. Гость нашего интервью, главный герой интервью, директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Ильдар Борисович, приветствую. Здравствуйте. Ну, в первых строках своего письма хочу поздравить с 22-м днем рождения. Однажды я был свидетелем 25-й годовщины всем известного регионального банка. И генеральный директор этого банка тогда вышел и в первых строках своего письма сказал, говорит, да, когда мы начинали, никто не предполагал, что мы доживем до 25-го дня рождения. Когда начинали, была мысль, что будет 20-й, 21-й, 22-й, ну, дальше пока не будем загадывать? Нет, точно нет. Потому что, во-первых, если вот так вернуться немного назад... На 22 года назад. Да, на 22 года. То там вообще был вопрос, ну, я этой книге описывал своей, что мы не были уверены, была задача просто открыть, посмотреть. А там как пойдет? Да, там как обычно. Вот поэтому такой цели не было, да, и, откровенно говоря, может быть, таких знаний не было, понимания. Поэтому не думали, не гадали, не предполагали и даже не мечтали. Вот так скажу. Но, тем не менее, 22-й год, и есть компания «Этажи», и день рождения компании сколько людей отмечают? Клиенты, наверное, невозможно посчитать, это миллионы, а вот сотрудники на сегодняшний день... Тут нюанс такой, мы все-таки приняли решение не отмечать в этом году, да. То есть... Слушай, ну дата есть. Понятно, что застолья нет, но дата же есть. Дата есть, да. Ну вот поэтому формат интервью, наверное, выходит, да, который что-то просто там где-то рассказать, что и как. Потому что, ну, в свете там всех событий, что происходит, мне кажется, там некорректно праздновать. И дата есть, наверное... Сколько человек считает день рождения этой «Этажи» своим? Слушайте, ну, я думаю, как минимум, все наши риэлторы-партнеры внутри клиенты, скорее, часть клиентов точно, потому что все по-разному степени лояльности уже есть. Я дважды, я дважды был клиентом «Этажа». Вот, то есть это, знаете, может быть, наша дата еще и веха для предпринимателей, что это возможно в России строить большой бизнес, выходить на международный уровень. Да. То есть это тоже серьезно. Наши партнеры всегда рады нашим успехам. Поэтому, скромно скажем, миллионы людей отмечают. Нет, скажем, десятки тысяч. Десятки тысяч, да. Вот поскромничал. Все-таки, Эльдор Валерьевич, ладно, окей. Итак, три года уже, вы сказали, три года не отмечается. Это, я не знаю, что это, стечение обстоятельств, злой рок? Или, не знаю, вы вообще как это? Ну, не знаю, слушайте, расскажу, давайте я сначала расскажу. Мы в этот раз хотели отметить с размахом. Договорились уже с группой звери. Пандемия прошла. Уже можно вроде. Знаете, я всем обещал, что мы, ну вот, пандемия, ладно, но сейчас-то мы так отметим с размахом, так сделаем. Звери, нормальный выбор. Да, звери были, сняли большой зал. Со всех городов наших, там, 220 должны были делегаты приехать. То есть все было готово. Там, наверное, это был как билет на юбилей, как поощрение какое-то. Ну, да, 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 конечно, самых лучших хотели позвать. Всех там, всех бы не смогли вывезти, привезти. Вот, все, я сам готовился. Уже, честно говоря, речь написал всю, там, там, уже так все это представлял, как все это было. А когда, да, кстати, осень? Планировали 3 ноября. 3 ноября. Да, да, да. Вот, сегодня, 16 октября у нас, как бы, юридический день рождения, да, 22 года. Вот. Значит, и все. Я уже хотел со всеми встретиться. Если честно, очень люблю общаться с нашими коллегами, которые в других городах. Я очень много езжу, думаю, сейчас они приедут. Знаете, как-то ждал этого внутри. В общем, уже все есть. Костюм поглажен, не знаю, рубашка висит. Все, да, на крахмале, ну все. Да, все, 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 готово. Слушайте, ну вот такие события. Принял я такое решение, что это, ну, неправильно в такой ситуации. Меня все поддержали абсолютно, знаете, это очень важно. Вот, поэтому группа «Звери» тоже им спасибо большое. Они, там, контракт достаточно жесткий был, что не имеем права расторгать. Они пошли навстречу, мы договорились, что деньги, которые мы оплатили, остаются, но концерт мы имеем право вести в любое другое время. Вот. То есть, ну, нормально, я тоже так считаю. То есть, концерту все-таки быть? Быть, но мы договорились, как только ситуация позволит, мы сразу же обязательно, они приедут. Это, я не знаю, в какой форме будет, может, в следующем, надеюсь, в следующем году. И все будет хорошо. Поэтому, ну, я с вами, Роман, в чем согласен? От этого же мы из-за того, что праздник не проводим, компания хуже не стала, правильно? Абсолютно. То есть, поэтому, вот. Компания есть. Вот, да, вот есть, все нормально, работаем. И дай бог, да, да, да. Слушай, ну, если вот поговорить, мы же понимаем, что компания – это прежде всего люди. Люди – это в данном случае у вас, ну, не знаю, 99% – это все-таки риэлторы. Вы, наверное, лучше меня знаете, что в определенной части общества, ну, я не знаю, процент соотношений, но, тем не менее, есть такое мнение, что риэлтор – бесполезные люди. Мол, зачем я буду этим заниматься, я сам, что тут делать, вроде, сейчас все удаленные документы оформил, нашел где-то себе все это дело и вот так. Я так понимаю, коль вы непрерывно, я не знаю, открываете филиалы в разных городах, франчайзинг, уже даже в странах, уже даже в других, ну, говорить об умирании профессии риэлтора, ну, сейчас, как минимум, некорректно, наверное, да, а если поговорить не то, что о некорректности, а о степени крутости, вот, как оно вообще сейчас обстоит дело? Ну, во-первых, даже слово такое специально придумали – ненужные посредники, вы так мягко пытались. Ну, кстати, да, 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 да. Обойти это, я прямо скажу, как нас раньше называли, да вы че это попали, да нормально было. Вот, знаете, за, когда мы начинали, а вот где-то, не сразу же, не сразу же, где-то в году 2010-м, может, 2011-м, у меня вот цель появилась личная, что риэлторство – это должна быть мощная профессия, которую любят, которыми стремятся стать, да, и которая дает возможность, ну, реализовываться всем. И реально… Прямо реально для себя поставил? Это было очень принципиально, знаете, мной, наверное, это движет в основе. Так вот, у меня несколько мотиваторов в работе, но вот это один из самых сильных. Вот поэтому мы хотели видеть риэлторов другими, знаете, клиентоориентированными, современными, автоматизированными, где все очень быстро происходит. Компетентными. Компетентными, очень важно, ответственными, работоспособными. Поэтому, вы знаете, что я считаю, это удалось. Мы, наверное, где могли быть лучше, это транслировать надо лучше, какие мы сейчас, да. Но я вам скажу, все, кто сейчас нашими услугами пользуются, вообще в восторге. У нас НПС выше банковского, СИСАИ выше банковского, больше там других сфер. Бывают и нюансы, не стану отрицать иногда, но схема очень, сфера очень сложная. Она сложная, понимаете, много ожиданий, там, допустим, продавец отказался, да, вот у него что-то случилось. Кто виноват? Все люди, риэлтор. Ну, конечно, конечно, вы что, это риэлтор виноват, что он там, они там женой разругались, грубо говоря, решили не продавать. Ну, да. Вот, поэтому, это, знаете, так сложно здесь, но одновременно это и большая ответственность. Это безусловно. У меня такой вопрос. Я, насколько понимаю, вы берете вообще всех желающих? Или какой-то отбор есть? Слушайте, к нам очень сложно попасть. Я ошибаюсь, значит, так вот расскажите мне, как это делается. Слушайте, ну, я скажу так, для того, чтобы нам попасть, это, извините меня, что называется. Опыт нужен? Опыт не нужен, нужны высшее образование. Любое? Да, рассматриваем. Нужно очень много способностей и компетенцией, мы это проверяем на входе всегда. Клиента ориентированность нужна, по ценностям смотрим людей обязательно. Вот, у нас смотрим предыдущий трек работы, то есть, если там вопросы. У нас, естественно, мы не берем вообще с долгами, то есть, если у вас какой-то долг, не дай бог, там, что-то это, больше, ну, какой-то суммы, по-моему, это 70 тысяч рублей, мы не берем. То есть, сначала погасите, извините меня, потому что, ну, я считаю, что если ты... Это вопрос об ответственности. Конечно, переверешь с недвижимостью, это основа, потому что раньше, в чем была проблема, брали, ну, без таких фильтров, серьезно. И, понятное дело, там, ну, появлялись люди. Мы для себя принципиально решили, мы хотим строить компанию на основе очень сильных риэлторов. Для нашего кредо. Это работает? Вот этот фильтр, он дает результаты? Он работает, да, он дает. У нас мы смотрим, постоянно анализируем, именно поэтому у нас очень хороший вход в профессию. Вот, поэтому... Я к тому, что осечки случаются, вот, как бы, все равно же не безгреха. Конечно, конечно, но процент настолько минимальный, настолько мы это быстро выявляем. То есть, у нас, знаете, я вам скажу так, нам сейчас, я думаю, попасть так же сложно, как в банк, к примеру, грубо говоря. Почему? Потому что у нас ведь система партнерства с риэлторами, да, они у нас все независимые предприниматели. По большому счету, какая-то система на сегодня это же. Вот, и создаем условия. И мы отвечаем перед клиентом за качество услуги, очень сильное. И удалось, вот, удалось сломать, особенно, знаете, это вот первые лет пять было сложно. Потому что даже вот наши франчайзи партнеры говорят, давайте всех брать. Ну, деньги ведь, да, там, ну, 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 что, ребята там. Я говорю, слушайте, не, подождите. Давно понятно, кто мыслит долгосрочно и умеет не поддаваться краткосрочному соблазну, всегда победит. Вот так скажу. Поэтому мы эту систему выстроили, слушайте, хорошо развиваемся, это уже давно ушло в прошлое. Но не все об этом знают. Вот, да. Это я согласен, Роман. Просто я почему сужу, у меня достаточно широкий круг общения, и смотришь, что один в риэлторы пошел. Я не говорю, что непременно в вашей компании работают, но, тем не менее, люди, то есть, резко меняют направление деятельности, уходят в риэлторы, ну, и, наверное, достигают каких-то результатов. Ей, вот, как говорится, ничто не предвещало, что этот человек, ну, вот, для меня, да, и он, бах, и становится каким-то там, условно, крупным специалистом по недвижимости. Я вам пример приведу. У нас сейчас один из риэлторов, она и в Тюмени, когда была, очень были хорошие результаты. Учитель пения. Вот, учитель пения. Значит, ну, это к вопросу о высшем образовании. То есть, есть некая база и уже дальше. Талант. Значит, в Питере стабильный доход, там, 500-600 тысяч в месяц. Нормально? Нормально, нормально. Для учителя пения, тем более, наверное, да. Неплохо. Вот, хочется, конечно, все учителя пения так получали, но это, кроме, я уж, кроме шуток, серьезно, да, вот. Но вот это, я считаю, потенциал. И человек по-другому развивается, он, знаете, там, на работу каждый день, там, все-таки. Как на праздник? Да. Конечно, как на праздник. Я думаю, любой бы ходил, если бы что. Вы сказали такую фразу, что у вас такая экосистема, что каждый риэлтор – это индивидуальный предприниматель. Сейчас по факту так есть. Да. То есть, получается, компания «Этажи» и является дополнительным посредником, то есть, между, как сказать, между вот этими риэлторами, да, или как это, как база, да. Слушайте, во-первых, всегда все можно назвать любым словом. Ну, да. Нет, я так просто сейчас… Нет, 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 нет. В целом, мы сервис, правильно говорить. Но если по-простому, совсем по-простому, то да. Я очень перестану. Обывательски, да. Но тогда такая же, грубо говоря, будет, как вы говорите, настройка – это и аптеки. Это и строительные компании, которые, грубо говоря, просто всего лишь находят строительные бригады. Да, да, да. Ну, в принципе, да. То есть, понимаете, в этом мире любая часть, допустим, там, бизнес-процесса… Ну, есть некая система, которая там следует все отрасли, так или иначе. И чем больше уровень организации, тем сложнее она на самом деле. Тем это очень сложно. Поэтому в чем-то это так и есть. Это мы и говорим об этом. Слушай, ну, чтобы закрыть вопрос с кадрами, как часто люди, поднабравшись опыта, компетенций, не знаю, там, связей в том числе каких-то, да, уходят в свободное плавание? И как директор к этому относится? Слушайте, значит, тут такая ситуация. Во-первых, конечно, наша цель, чтобы все с нами работали, да. В партнерстве, взаимодействовали, мы всех развиваем, создаем условия. Но мой взгляд такой. Если кто-то создал лучшее условие, да, и мы проиграли конкурентную борьбу, в этом ничего плохого нет. Если это все честно, открыто, да, и просто человек говорит, слушайте, у меня там лучшее условие, да. Я считаю, что это нормально. Это конкуренция. Я верю очень сильно, ну, вот, знаете, у меня внутренняя одна из основных ценностей – это свобода. И мы должны в равной борьбе уметь конкурировать. Если мы не можем, и кто-то обеспечивает лучший сервис, условия для наших риелторов, значит, мы, ну, так будем. Где-то не доработали лучше. Не доработали, надо работать лучше. Все, потому что в основе лежит доход. У нас, знаете, есть в некоторых территориях, там, говорят, процент выше дадим, да. Риелторы туда уходят, процент выше, а доход меньше. Потому что у нас, а, у нас очень много серий, я всегда говорю, что лучше получать, там, условно, быть, там, собственником крупной, маленькой компании, крупной, маленькой компании, условно, да, или один процент Газпрома, грубо говоря, быть собственником. Да, да, да. Вот, поэтому процент – это не всегда самое главное. Вот, но вилт развешивает всегда, я уверен. И это очень хорошо, потому что монополия – это всегда очень опасно. И, боже упаси, что где-то у нас были, там, какие-то мы одни на рынках оставались. Понятное дело, что мы не удержимся и начнем, там, подкручивать гайки, там, в сторону маржинальности бизнеса. Это правда, к сожалению. Вот, поэтому я всегда за конкуренцию. Понятно. Ну, в любой день рождения принято подводить некие итоги. 22 года, как мы об этом уже затронули, да, это такой серьезный результат. Как вы оцениваете результаты, которых компания достигла к этому? И, соответственно, ну, почему мы уже обсудили, да, такой серьезный вход у вас в уровень, но, тем не менее, это не единственный фактор успеха. Вот, и об этом немножечко подробнее. Ну, результат оцениваю, наверное, я скажу, отличный даже. Да ладно? Да. Вот прям так, без ложной скромности. Без ложной, а что тут скромничать-то? Самосто говоря. Все свои, как говорится. Нет, ну, конечно, слушайте, ну, удалось там. Ну, подожди, ну, отлично, это значит все, это значит лучше не бывает. Нет, нет, отлично, бывает еще замечательный, да, фантастический. Ну, при этом все понимают, да, что нет предела совершенства. Конечно, конечно, да, отличный результат. Вот. Бывает еще максимально возможный, да. Ну, сейчас давай будем. Не, можно. Изощряться. Да-да-да, ну, раз к словам, я тоже тогда, раз немножко аргументов. Риелторы, мы же такие. Да. Мы же так умеем. За словом в комарнике. Да, конечно, никогда. Это часть профессии, кстати. Это мы все такие, да. Мы очень культурно, с юмором, но умеем всегда это аргументировать. Вот. Поэтому, почему результат все-таки объективно отличный? Потому что, ну, удалось, знаете, в очень сложную профессию изменить. Вот так я вам скажу. Она сейчас другая. Ее по-другому воспринимают все. И отношения, соответственно, с разных сторон. И уважение самих риелторов. Они сейчас у нас, понимаете, гордятся. Я сам горжусь, что я риелтор. Я вам серьезно говорю. Вот я испытываю гордость, что я руководитель риелторской компании. Такой сильной, хорошей, да. Мне это приятно. Нашим риелторам приятно, что они тоже представляют сильную такую компанию во всех странах. Потому что, знаете, все же определяется. Вот есть много книг разных на эту тему. Но говорят о том, что лидеры рынка, а мы лидеры рынка. Мы восьмые в мире по объему сделок. Вот. Раньше были седьмые. Но тут немного американский рынок вверх ушел. Да, из восьмых первых компаний, для понимания, семь американских. То есть и мы. Вот. Восьмые. Ну, тогда, пожалуй, да, вы правы. Отличный результат. Да, да, да. Так, между прочим. Так, для информации. Вот. Но опять же не первые пока. Пока не первые. Поэтому я говорю, у меня есть предел совершенства. Вот. И вот это очень важно. Также мы очень сильно, слушайте, онлайнизировались. Это необычно для профессии. Мы совершенно по-другому поменяли формат работы риэлтора. Раньше это, знаете, говорили, что это, ну, там, почему вы начали это разговор, что что-то, дескать, не то что-то с риэлторами. Да, да. Сейчас другой формат абсолютно риэлторов. Ну, вот я в последний раз прибегал к услугам компании этажей 10 лет назад, по-моему, 9 или 10 лет, вот моя последняя покупка. Ну, уже тогда что-то вот было онлайн. Да, да, да. По крайней мере, там, базу данных там и прочее. Сейчас наверняка, да. Слушайте, сильно продвинули. Сейчас даже про это, ну, можно и не... Ну, очень сильно. Про инструменты отдельные вообще, передачу можно делать. Да, 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 вот. Поэтому, вот, наверное, поэтому следующий момент, вы знаете, нам очень повезло, очень много сильных франчайзи-партнеров. То есть, поверили в городах, в странах, смогли реализовать бизнес с нуля за короткие периоды. Мы почти везде лидируем. Можете себе представить? Ладно, в Тюмени, мы тут исторически, да. Мы везде почти лидируем, да, во всех городах. Будь то там Калининград, Владивосток, Южно-Сахалинск, условно там, Астана, Минск, Ташкент, Узбекистан. Мы везде первые. Все. Москва, мы и там уже первые. Хотя это, казалось бы, невозможно. Вот. Но это все не так самое важное. Самое важное у нас, знаете, коллектив такой вообще уникальный. Ну, команда, да. Слушайте, ради этого можно все отдать. Слушай, а если вот сейчас поговорить, Ильдар, онлайн-офлайн. Вот немножечко как бы ты уже затронул, да, что вот ушли вот туда, все вот это дело. Как это у нас, любят же строить прогнозы, да, известный фильм, да, через 30 лет все по-другому будет. Не будет там ни кино, ни театр, будет только телевидение. Вот здесь сейчас вот тоже спорят о профессиях разных. Кстати, профессия риелтора входит в профессию, там сколько там, 30 профессий будущего. Не изучали этот вопрос? Слушайте, она входит в 30 профессий будущего, которых не будет. Вот, вот, вот я про это и говорю. Да, но, что интересно, этот список был составлен в 2008 году, и мы должны были исчезнуть в 2020 совсем. Напрочь. Но что-то пошло не по плану. А у нас доля только растет. Да. А исчезли другие профессии. Те, которые составляют этот список. Да, да, да. Смотри, окей. Вот, онлайн-офлайн. Все же сейчас говорят, да, вот все уходит в интернет, все уходит вот в смартфоны. И вроде как на самом деле, ну, вот уже завтра уже не надо будет никаких посредников. Телефон зашел, там все. Хотя я, конечно, очень скептически отношусь к таким вещам. Роман, так говорят. Да. Это правда. Значит, у меня абсолютно свой взгляд. Ну, во-первых, начнем с того. Если бы я в это не верил, да, в этажи, грубо говоря, я бы тут не сидел. Слушайте, я достаточно прагматичный человек, да, поверьте, нас, если бы мы вдруг понимали. Я, у меня бы совесть не позволила, серьезно говорю, людей в эту профессию, там, ну, внушать им веру, если бы я… Понимая, что завтра их не будет. Да, не будет, да. Честно скажу, я бы этим не занимался, я прямой человек. Я нашел бы другой род деятельности, поверьте, нас, но я внутренне глубоко убежден, что наша компания способна аккуратно пройти вот этот период между онлайн и офлайн, и мы ее называем гибридной моделью. То есть мы считаем, что у нас есть все шансы самим все это возглавить, создать уникальный симбиоз силы риэлтора и IT-систем, да, то есть и сделать совершенно классный продукт для клиента. Мы его сейчас уже делаем. То есть уже сейчас все у нас, поверьте, очень быстро, четко. Риэлтор очень активно помогает всей системе, как во внутренней работе, во внешней, с партнерами интеграции различные, там, электронные регистрации, мобильные приложения, взаимодействие с клиентом, часть автоматически происходит. То есть я верю в эту систему, я думаю, вот как раз за этим будущее. И те компании, которые смогут вот на этом, вот она, эта дорожка очень узкая, если честно, тут все правы. Тут вот легко упасть, и поэтому очень большая часть компании ее не пройдет. Но мы, мы огромные инвестиции в IT делаем. Мы огромные инвестиции делаем в том, чтобы наши уважаемые риэлторы вот это понимали и не боялись это новое принимать. Потому что по умолчанию, поверьте, внутри говорят, а, опять хотите там, у нас это тоже есть. Вы что думаете? Что-нибудь сделаем, нам говорят, а, хотите от нас совсем это избавиться, что называется, да? Мы говорим, ребята, нет, мы хотим, чтобы вы больше зарабатывали, и все. И чтобы у вас доходы росли. Вкалывают роботы, а не человек, это не то, что про риэлторов, не про этажи точно. Нет, вкалывает роботы. Ну, песня известная, вкалывают роботы, а не человек. Нет, это вкалывают роботы. Они вкалывают, а люди получают доход. Да, вот так примерно. Это нормальная позиция. Слушайте, роботы должны вкалывать, все должно автоматизироваться. Рутинной работы не должно быть. Мы не любим, но не без людей. А люди, понятно, должны всем этим управлять. Более того, открою маленький секрет. Если только дохода не будет у риэлтора, компания не будет существовать. Все. У нас после какого-то уровня. Доход компании приводят люди. Конечно, конечно, качество. Это же все понимают. Если у нас вдруг начнет резко сокращаться доход риэлтора, да кому мы нужны? Ну, надо правде в глаза смотреть. Никому. Вот поэтому мы, знаете, находимся в очень мощных ограничениях, как система, поверьте на слово, со всех сторон. Ценники у нас на услуги очень низкие. Мы их не повышаем уже не знаю сколько. Вот. Хотя все там повысит. То есть там традиционно процент от сделки, да? Сумма фиксированная плюс процент. То есть это она, цены растут, а у нас, допустим, ставка 29 плюс 1 процент, да? Когда была, ну, средняя квартира стоила, условно говоря, 2 миллиона. Это был там определенный процент, да? Там, ну, от сделки почти там 2,5 процента, грубо говоря, да? Вот получается. Вот. Сейчас фиксированная. А когда сейчас квартира стоит уже там 5 миллионов, да, то это уже там 1,6 процента, так примерно, очень грубо. То есть она падает в структуре очень сильно. Вот. Но это нормальный тренд, я считаю. Поэтому это все идет. Поэтому, мое мнение тут, однозначно, все будет нормально, и мы в эту... Но это сложно, это надо на риск идти. Большинство наших конкурентов, если честно, побаиваются в эту историю идти. Именно потому, что не могут внутри своего сообщества риелторского где-то вот этот консенсус найти. Договорить. Внутри, да, поверьте, это важно, потому что приходят там топовые риелторы, говорят, это неправильно, это делает наш труд менее значимым. Я говорю, нет, это делает ваш труд более легким, чтобы вы могли концентрироваться на других более важных процессах, за которые больше платит рынок. Вот, это важно. Ну вот, Коль, заговорили о договориться, договариваться, умении договариваться, отношения с партнерами. У вас их десятки, наверное, сотни, да, из разных сфер. Тысячи. Тысячи, да. За строчков много. Да, 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 тысячи. Как удается договариваться? Ну, у меня личная позиция, знаете, какая? Надо со всеми уметь договариваться. Я глубоко в этом убежден. Компромиссы? То есть мы всегда ищем подходы. Я считаю, всегда их можно найти. Мое мнение такое. То есть бывает, мы иногда, ну, очень редко не договариваемся, но в этом случае, в любом случае, даже, ну, остаемся в хороших отношениях, и потом все равно приходим к какой-то работе, да, совместной. У меня такой вопрос. Десятки тысяч партнеров, директор. Тысячи, вот так сказать. Тысячи, окей, тысячи. Да, тысячи. Это много. Личное присутствие директора Ильдара Хусейнова нет? Нет, нет, нет. У нас, я, к сожалению, не так это объем работаю, как все думают, что я там. Я многое не знаю, если честно. Я искренне говорю. То есть я иногда, я прекрасно... Сейчас все такие вот такие. Да, да, слушайте. Опа, опа, директор-то... Нет, вы что, слушайте. Я иногда узнаю такие вещи, я просто удивляюсь. То есть мне иногда даже, у нас, ну, допустим, ну, что-то делают там, департамент на отчете рассказывает. Я думаю, ребята, вы крутые. Вот, недавно там был на отчете юрдепартамента, там, ну, много вещей делают классно. Говорю, ребята, вы крутые. Все это без меня происходит. Моя цель, как управленца, дать людям свободу, возможности. Да они вообще со мной ничего сейчас не согласовывают. Вот я где-то там больше назначаю людей, там, у меня работа, она чуть не та, которая кажется. Ну, никто же не представляет мой рабочий. Ну, естественно, да. То есть как, что там происходит. То есть там очень большая ответственность именно за саму систему, за ее стратегические механизмы, чтобы она правильно работала. Вот поэтому, но иногда в детали могу проваливаться. Могу, могу и люблю это делать. Но в основном, как ни парадоксально, чем больше руководитель деталей провалится, тем, значит, хуже это для системы. То есть он должен свои вот вещи там держать, стратегические уметь, именно которые развитие обеспечивает. Вот поэтому с партнерами наша система, не я, хорошо договариваемся, владим. Я все лишь эти посылы даю. Какая общая установка партии. Вот, наверное, так. Понятно. Хорошо. Слушай, ну, традиционный вопрос для любого интервью с Эльдаром Хусаиновым, как специалистом по недвижимости. 22-й год, как все понимают, непростые условия с разных сторон. Как себя чувствует рынок недвижимости и куда, не скажу, что катится, но куда идет дело. Знаете, вот я расскажу. У нас сильный шок был после 24 февраля, да? То есть был первый шок мощнейший. Месяца 2-3 вообще продолжался. Прям 2-3 месяца мы просто встали, если честно. То есть было просто зеро, да? Ну, зеро грубое слово, но затишье. Для нас это зеро. То есть там 2 раза рынок упал, это снижение дохода риэлторов. В 2 раза это очень опасно. Поверьте нас, вот 3-4 месяца и все там все думают. Все люди разбегаться начинают. Да, 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 да. Значит, большое спасибо, кстати, всем хотел обратиться к нашим за поддержку именно в тот сложный период для компании. Я видел, как мы все эффективно работали, старались. И, в принципе, очень хорошо с того кризиса вышли. Вот без потерь почти, я считаю. И мы, конечно, принимали сложное для себя решение не сокращаться. Ну, то есть там же есть соблазн, там все косты порезать, знаете, там все там это, мы ничего не делали. То есть мы-то решили поддержать систему, потому что запасы были. В принципе, потом увидели уже сигналы, что все нормально и все хорошо было. Сейчас ситуация тоже интересная. Мы видим, что после событий 21 сентября рынок вначале резко провалился. Я там в Телеграме писал, там почти на 30% в моменте. Вот на прошлой неделе был уже сколько? То есть такое уже более-менее. То есть я считаю, он будет разумно. Он полностью у него становится. Мой прогноз такой теперь до окончания, скажем так, вот этих всех событий, которые 21 сентября начались. Но он будет в какой-то разумной такой грани. Не минус 50%, там мы считаем минус 10 где-то процентов. То есть в полной остановке говорить не приходится ни в коем случае. Да, плюс Центробанк в этот раз учетные ставки не повышал. Мы видим с безработицей в стране тоже все нормально. Доходы не падают, что важно. Внутри у нас цифры тоже по входящему потоку минус 8% на сайте примерно. Идем вот к событиям сага августа примерно говоря. И по ипотечным консультациям тоже чуть провал случился где-то минус 15% сейчас. Ну то есть это все равно значит мы где-то чуть рынок потеряем, но мы традиционно, когда мы падаем, мы очень хорошо наращиваем долю рынка. То есть и мы имеем шанс в принципе это все внутри отыграть. И у нас в предыдущие два раза так было и в 2014 году даже доходы сильно не падали. Потому что мы наращивались как компания, потому что мы издержки не сокращали, инвестиции только росли. Плюс нас, скажем так, в хорошем смысле слова догоняет инерция, потому что мы в предыдущие годы развивались, вкладывались в людей, в технологию работы, в взаимоотношения с партнерами, в автоматизации процессов, в продукт сам, в новую УТП. И все у нас бывает нормально. Я уверен, так и будет в этот раз. Немножечко поглобальнее, если взять не только рынок недвижимости. Когда все началось в феврале, прогнозы были самые пессимистичные с разных сторон. Российская экономика этого не переживет, рубль рухнет и вообще все пропало. Прошло уже более полугода и вот те же самые люди, которые делали вот такие неутешительные прогнозы, сейчас либо просто молчат стыдливо, либо в недоумении чешут затылки, либо там, я не знаю, какая реакция есть еще. Ваши личные ощущения от... Ничего, что поглобальнее, да? Интересно, просто точка зрения ваша. На самом деле, российская экономика, о которой уже много лет говорили, что мы там непонятно на чем держимся, она не только выстояла, у нас там как бы и официальные цифры идут в серьезный плюс. Это парадокс или что? Или это незнание, и все эти все пропальщики просто нагнетали обстановку? Знаете, я думаю, они не нагнетали обстановку, они искренне так думали. Потому что у нас особенность, у нас все-таки, ну, надо вещь своими называть низкие доходы населения, относительно некоторых других экономик, так это назовем, да? И поэтому мы всегда достаточно независимы. То есть... Хуже некуда? Не то, что хуже некуда. То есть мы достаточно автономны, скажем так, да? Несмотря на вот глобализацию, которая имела место быть... Да, у нас ее большой нет, понимаете? У нас ее большой нет, глобализация. Если честно, ну, давайте откровенно, нет у нас большой глобализации. А если говорить о рынке недвижимости, он вообще локальный. Да, это 100%. Все компании российские, материалы российские, банки российские, агентства недвижимости российские, страховой бизнес российский. Наш рынок полностью локализован. И он вообще независим, если честно. Вот. И даже поэтому... А если глобально, вот вы там вопрос задали про российскую экономику, я думаю, дальше она будет только улучшаться. Долгосрочно. Потому что тот объем ресурсов, который обладает страна наша, всех видов ресурсов, интеллекта, это тоже очень важный фактор, я считаю. Накопленной технологической эффективности, она есть. Да, она в основном, грубо говоря, технологическая, многие наговорят, она в военной сфере в основном. Но этот период, он замечательный шанс перевести вот эту технологическую эффективность, допустим, и в услугу, я в услугу говорю, в другую. В другую эффективность. Чтобы мы, мне кажется, этот шанс можем использовать как экономика. И чтобы развивать свою там наукоемкие производства. Мне кажется, у нас сейчас уже выбора даже нет. Да, поэтому, как ни странно, для нас, как это неплохо звучит, для экономики, вот этот шок долгосрочно пойдет на пользу. Вот это мое мнение. Этажи однажды шагнули уже за границей Российской Федерации. И, как сказать, страны присутствия уже даже несколько, сколько? Девять на сегодня страны. Уже даже ни одной руки пальцы. Да, да, да. А как сейчас, вот в современных условиях обстоят дела в странах присутствия? Хотел еще, кстати, похвастаться. Мы официально в Дубае офис уже открыли, получили разрешение. Ну это тренд прямо, вот буквально президент такую встречу удачную провел. И теперь вы там, мы что-то знали. 12 октября мы получили разрешение в Эмиратах. Мои поздравления. Работу, да, все официально. Вот поэтому там будем. В Турции эффективно работаем. То есть в Казахстане мы вообще лидируем, там, в Узбекистане, там, в Беларуси. То есть тренд, да, ну, что тут можно сказать по этому поводу? Ну вот смотрите, опять же, вот взять тот же Казахстан. Последнее событие, все мы понимаем, да, и сейчас отношение некоторых категорий граждан Казахстана по отношению к российским жителям немножко поменялось. Вот когда все там, часть людей хлынули за границу. На вашем бизнесе это как-то отразилось вот после 21 сентября? Нет, нет, все нормально. Мы все-таки такая компания, мы про экономику. Да. Всегда всем говорим. У нас это очень важно, знаете. У нас были различные сложные периоды и в Беларуси, и в Казахстане. То есть мы всегда занимаем тут такую политику, ну, что мы за бизнес. То есть мы политически нейтральны. Вот, раз мы работаем во многих территориях. Вот поэтому я считаю, что это правильная политика. Потому что мы, я, мое личное мнение, точки зрения могут быть разные. Они должны соответствовать законодательству. Не нарушать законодательство той страны. Свободе, о которой мы начали. Да, 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 той страны, где ты находишься, да, все-таки это, ну, основа. Конституционных строев. Вот. Но в остальном, я считаю, люди могут иметь разные точки зрения. И я уважаю все разные точки зрения, не противоречивающие законодательству. Вот. И поэтому у меня тут такой подход. И мы всегда все это сглаживаем и хорошо общаемся со всеми, принимая уникальность каждого. И точки зрения каждого. В любой крупной компании есть такое понятие, как ценности. Мне почему-то, знаете, на ум приходит, есть миниатюра у уральских пельменей, у ранних. Когда там некий начальник самодур. И вот там традиции компании. Ну, это понятно, что утрировано уральские пельмени, да, юмор, сатира и прочее. Вот там начальник, вот каждый, ты пришел на работу, не знаю, встань на стул, три раза присядь, хлопни там, не знаю. Вот это вот из серии традиций компании, да, ну, и дальше их ценностей. У вас как дело обстоит? Нет, ну, я не знаю. Мне, конечно, тяжело оценить самодурье или нет. Нет, я сейчас не провожу никаких параллелей. Я сейчас говорю про традиции, которые сверху вот как бы идут на спускайс. Вы правы. Знаете почему? Сам начальник никогда не поймет, что он самодур. Ему кажется, что он прав. Да, да, да. Понимаете, в чем прикол? Вот я поэтому и улыбнулся сам до своей, до своей интересной самодурье. Я рад. Я не общался с вашими подчиненными на эту тему. Смотрите, я у меня тут тоже свой взгляд. Насчет ценности, да, и вот этого всего. Ну, я против этого. Все знают. Я говорю, я считаю, что, ну, человек сам определяет, что ему надо. То есть, надевая бейджик, этажи, с человеком ничего там внешне не должно поменяться, условно говоря. Нет, нет, слушай, бейджик у нас и то мы так, знаете, как бы рекомендуем. Вот, ну, если человек не хочет его носить, ну, значит, не хочет. Это просто, чтобы его удобно, чтобы другие знали. Людей много, клиенты приходят на это. Нет, это удобно, бейджик это, да, да. Вот, поэтому. Не ей, как ты, да. Да, дресс-код почему у нас? Потому что, слушайте, ну, мы клиентский сервис. Конечно. То есть, это тоже все понимают. Если я там в шортах приду, не знаю, там, на показ, ну, ко мне как-то 3 миллиона мне не доверят, если честно. Вот, поэтому объективно. А 30 миллионов, там, в Москве у нас сделки прошла, не знаю, 120 миллионов. Недавно тоже крупная сделка была, вообще 300 миллионов. Ну, да, в шортах на такое приходить не стоит. Нет, 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 даже если там, ладно. Вот, и я думаю, что здесь вот так вот, и касаемо вот этого всего, у нас легкая табуис, такое незримое. Каждого, каждого свои хобби, интересы, пусть кто хочет, то и делает. Каждый исходит с ума по-своему, да? По-своему, я говорю. Лишь бы на работе не отражалось. Вот, что хотите делать, знаете, то есть, у нас, знаете, даже, я вот считаю, в личную жизнь лезть нельзя людей. Это их личная жизнь, их субъективное право. Компания должна быть компанией, да? Что происходит дальше, кроме тех случаев, когда это касается, такое может быть, да? Ну, вот эту грань надо уметь определять. Ну, если это, ну, явно не касается бизнеса, да? Ну, почему человеку нельзя там довериться, чтобы он сам определял свои там приоритеты, я не знаю, там, хобби? То есть, это нормально, и мы вообще не давим. То есть, у нас вообще, вот, разные абсолютно люди. И не давим там в плане, там, никого ничего не заставляем делать. Все знают, я там, наоборот, отрицательно к этому отношусь. Когда, я считаю, что лучший вид такой, знаете, внутренний, ценность, она внутри людей. От того, что люди начнут там что-то как-то хлопать, да? Что-то петь, что-то делать. Шарфики надевают разных цветов. Шарфики, ничего не меняется. Да. Понимаете, ценность, она внутри. Если внутри ничего нет. Внутри, понимаете, все внутри. Это, знаете, то же самое. Если человек улыбается, ему, если ему хорошо, он улыбается. Но если ему вот так искусственно, это не значит, что он веселый станет. Понимаете? Хорошая аналогия. Поэтому мы про внутреннюю ценность. С нулевого по 11 год не было отпуска. То есть, половину из 22 лет просто работал. Просто работал. Честно, до 2011 года я ни раз не съездил в отпуск за 11 лет. Ни разу. Вот первый раз мы в июле съездили в отпуск с семьей. В 11-м. У меня уже тогда двое детей было. Да, и мы вот все вместе в Грецию слетали. Вот. И то меня уговорил мой друг Александр Пахомов. Сейчас он почтобанк возглавляет. Да, то есть, если бы не он, бы и то бы не поехал, если честно. Вот, то есть, вот, да. Ну и все. И вот развивался где-то, знаете, менялся. Слушай, ну вот есть расхожее выражение, сами понимаете, помним, от кого она прозвучала. Пахал как раб на галерах. Вот это уместно параллельно? Слушайте, не знаю, не знаю. Конечно, я как не раб пахал. Вот, я так первые лет пять, честно говоря, прохлаждался, я считаю. Где-то до 2007 года. Сегодня день откровений. Не-не-не, да, ну слушайте, это же правда. Я, знаете, я всегда считаю, надо говорить правду. Вот, смешно там. Вопросы о ценности. Да, я тому, что считаю, что вот лучше сказать, как оно есть, на самом деле, да, это вызывает, ну, совершенно другое отношение. Вот, и нет, первые лет пять-семь не напрягался, прямо скажу. На соревнования ездил, бывало, да, там, на неделю уехать. Вот, то есть, не читал книжек вообще почти. Не учился, говорил, что я все знаю. А потом, в каком момент жизни? Слушайте, потом, вот, потом, знаете, я посмотрел право в глаза, а компания-то не растет. Да, то есть, нас в 2010 году было 90 человек. За 10 лет 90 человек. За следующий, по большому счету, 12 лет, 20 тысяч. Вот, потому что я не рос. Тогда? Да, потому что я считал, что все нормально. Ну, то есть, можно смело считать, что точкой роста Ильдара Хусаинова стала компания «Энгетажи». Да, я хотел, я хотел, чтобы компания, ну, я, как бы, чувствую ответственность за всех наших людей, да, то в нас верят. Я считаю, от того, насколько первое лицо развивается, это и будет позволять развиваться компании. Вот, поэтому, с тех пор я прочитал, наверное, ну, в районе тысячи книг, вот где-то с седьмого года. Кучу закончил курсов, да. Я, в это сейчас тоже тяжело поверить, но я тогда даже по-английски не очень хорошо говорил. Вот, сейчас я свободно абсолютно говорю по-английски. Не знаю, какое слово подобрать насчет китайского. Ну, наверное, неплохо это был бы перебор. Наверное, более-менее такое слово, говорю по-китайски. Вы понимаете их, и они вас тоже. Ну, по крайней мере... Ну, там же он, мягко говоря, непростой язык. Китайский, он, там много всяких там склонений, ну, как бы типов, да, по-нашему возьмем, да. Вот, слушайте, и такой более-менее основной. Ну, в общем, давайте так, как у нас говорят, не потеряюсь в Пекине. У меня сейчас вот просто на языке вертится детская фраза. Скажи что-нибудь по-китайски. Нихао. Это что значит? Добрый день. Ну, здравствуйте, да. Я там смог изучить английский, китайский язык. Ну, реально могу говорить, серьезно. Хорошо говорю. Хорошо говорю. В принципе, в диалоге мы вот прям сейчас у нас урок идет, да, я могу с преподавателем вообще спокойно общаться. На китайском, да. И она, ну, то есть, вот все. Наверное, более-менее. Ну, это, да, это показатель. Это тоже, я тоже поменялся, потому что раньше я бы вот 27, мне кто-то сказал бы, что я буду учить китайский, говорит, я бы долго смеялся, сказал бы, да не нужно мне это. Мозг должен развиваться. С директором компании все понятно. Слушай, ну, не может, я понимаю, что у вас огромный штат, но, как говорится, короля делает свита, да, и вот, ну, это с одной стороны. И с другой стороны, люди все равно вольно-невольно берут пример. Они на вас чем-то похожи? Вот, не знаю, вот видно, что за переномью такой заряженный человек сидит, заряженный молодой человек. Ваше окружение, ваши, ну, понятно, что их очень много, тем не менее, можно ли сказать, что они такие же, как вы? Нет. То есть они разные, и это замечательно. И мы таких и ищем. То есть... Разные? Да. Это у меня принципиальное правило. То есть я считаю, если люди все одинаковые, они не будет объема, знаете, объема полярности. То есть сила энергии – это разность потенциала. Я к тому, что о какой-то фирменной этажовской мотивации говорить не стоит. Есть люди, есть, это ценности. Но все разные, у всех разные характеры, темпераменты, знаете, там, треки разные. То есть там, ну, я за разность. Нет, я наоборот не ищусь одинаковых. Но иногда говорят, что, ну, люди похожи, да, там, есть. Ну, нет, похоже, мы можем... Такое количество одинаковых людей... Нет, не может быть, нет, ни в коем. Да и нет такой цели. Да даже по телосложению у нас, там, знаете, разного есть телосложения, скажу так, да. Это тогда к вопросу о самодурстве. Если бы это было, тогда да. Да нет, слушайте, я, собственно, очень лоялен ко всем. Но так иногда, конечно, могу шуточку отпустить, что можно и похудеть. Некоторые, вот. Но это так. Да нет, не обижаются, я же по-доброму, что называется. Вот. Но сразу идут в спортзал. Да нет. Вязные, кроссовки покупают, бегают. Нет, это такое, вяз это тут. Поэтому людей много, слушайте, команда, если, знаете, вот немножко про команду. Команда сильная, мощная, подбирают топов по всем технологиям. Беру профессионала своего дела, для меня это приоритетно. Даже вот у нас любая должность конкурсная. Даже я должность, допустим, назначаю. Всегда есть период, когда любой может заявиться в компании и сказать, я тоже... Да, даже мои замы и даже там ведущие специалисты, любой сотрудник может сказать, нет, я тоже достоин. Вот мой внутренний резюме. Я считаю, что это правильно. Вот так наша компания построена. А главный стимул, соответственно, материальный, да? Конечно. Чем выше, тем выше доходы должны быть. А иначе это не работает. Вот, но у нас, если брать там наших партнеров и риелторов, многие из них получают больше всех в компании, в городе, и это нормально. У нас есть города, где сильный риелтор может получить больше руководителя, доход иметь. Слушайте, я считаю, что это правильно. Ну как, волка кормят ноги, риелторы в данном случае, наверное, тоже это уместно параллельно. Нет, риелтора кормят интеллект. Ну, своего рода ноги для риелтора. Сейчас нет, сейчас это уже не так критично, сейчас очень важно. Ну, благодаря автоматизации. Да, интеллект. Поэтому все, кто с большим доходом, обладают очень высоким интеллектом. Это не значит, что с низким не обладают, они иногда просто ленятся. Да, кстати, да. Да, да, так тоже в жизни было. Слушайте, ну сейчас, наверное, сложно строить какие-то планы, но, тем не менее, почему бы и нет. Давайте чуть-чуть, чуть-чуть, лет на 22 не будем смотреть вперед. Лет на 12, 13, 15, 2035 год условно. Какой вы видите компанию этажей? Ну, для меня, вот, я бы на два себе сам себе ответил на этот вопрос. Первый вопрос, мы, конечно, видим ее по-настоящему международной. Первая. То есть, что она работает, ну, хотя бы в странах 100. Вот, но я понимаю... Простите, Эльдар Борисович, я сейчас не у Васюки. Остап не ел три дня, его понесло. Ирония какая-то есть. Да, да. Это сейчас же фантазия же, да? А я расскажу, я расскажу. Знаете, я расскажу. Я когда в 2009 выступал в одном из интервью, не могу, оно не сохранилось почему-то. Я говорю, что мы станем в России номер один. И точно так же. Абонент сидел ха-ха-ха. Да, посмеялся. Да, посмеялся так же. Я это запомнил просто. Слушай, хороший. Вот, значит, мы тогда работали только в одной Тюмени. Вот, и причем, по-моему, даже там лидерами не были. У нас тогда адвекс лидировал. Ну, вы говорили, 90 человек, если было, да, адвекс лидировал. Да, 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 адвекс лидировал. Вот. То есть, в принципе, прошло 12-13 лет, мы уже явный лидер в России. Ну, там, это ни у кого не вызывает сомнений. Там, если цифра интересна, мы уже почти к 10% доли рынка подошли. То есть, каждая десятая сделка с нами. Вот. У второго места примерно там полтора процента, для понимания. А у третьего… За дел такой нормальный. Да, а у третьего 0,4 процента. Ну, просто вот. Между прочим, да. Я не знаю других бизнесов, где региональная компания, более-менее серьезных, то есть, ну, с такими серьезными, скажем так, оборотами по продаже, занимает первое место. Да. Не приведете пример сходу. И которая владеет частным, не банковским или там, не окологосударственным капиталом, грубо говоря. Вот, поэтому для меня это уже показатель, что мы можем. Это не только моя заслуга, там, ну, 10% моей заслуги. Команда сильная. Слушайте, риэлторы уникальные, кто входит, потому что они свои энергии. Франчайзи-партнеры, им отдельно низкий поклон, я считаю, молодцы. Все наши партнеры в нас поверили, это очень важно. Потому что мы без застройщиков, без банков, мы, честно, ну, не так сильны бы были. Но раз они нас участвуют, партнерами, хотел, я агрегатором большой. Знаете, Цианс, Авито, там, очень хорошие отношения тоже у нас. Вот, мы со всеми понимаем вот эту всю современную сложность моделей взаимодействия, когда ты в любом случае конкурируешь с кем-то, но и партнер. И вот для меня вот это, потому что, и вот мы это, раз мы это сделали, только поэтому такой супер-успех. То есть он объективно мощный, да, то есть дальше, дальше, конечно, мы входим в серьезные ограничения. То есть я вот сейчас вот, почему вашу улыбку принимаю, потому что, ну, а вдруг вот у нас навсегда вот это наступило, то, что сейчас происходит, я имею в виду рассловение, по сути, общества мирового, да, там, на, по большому счету, два лагеря, да, так вот. Объективно совершенно. То мы, конечно, но даже в этой ситуации, я считаю, Азия есть, где можно будет работать, Латинская Америка, Ближний Восток. То есть 100 стран вполне себе можно рассчитать. Да, все нормально, да. Скажем, англосаксонская там и вот это романские, да, там, право, ну, грубо говоря, вот там, европейская часть. Конечно, для нас, возможно, отрезано будет на это все время. Мы такое рассматриваем вариант как приоритетный, прямо скажу, мы это понимаем, иллюзий нету, но возможности есть. Надо там концентрироваться, где они есть, и все. И поэтому попробуем все это сделать. У меня энергии полно лично, серьезно, уже так, если опять становиться веселым, да, несерьезным. И амбиции есть, энергии есть. Вы сказали, что я такой молодой, не такой уж я молодой, мне уже 43-й год. Вот, поэтому это уже, ну, слушайте. Слушай, если сравнивать со 123-мя годами, то еще молодой. Знаете, Рван, я так считаю, все-таки природа, все-таки она свое берет, если честно. Надо быть объективным. Я вот, например, публично могу сказать, все-таки я, наверное, после 55 лет, я бы в роли зама или советника видел бы себя. Я все-таки считаю, первое лицо такой динамичной компании должно быть моложе, чем 55 лет. Я в этом искренне убежден, и я искренне говорю, я это сделаю. То есть, вот как раз 35-й год, да, и спокойно власть передам. Запишем финальный интерьер. Да, 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 вот, ну, объективно, я не буду... Я устал, я ухожу. Роман, важный момент, я никуда не уйду, я просто замом буду. Ну, в смысле, вот смещусь, да. Потому что, вот прямо скажу, столько летать, да, общаться. Это сила, это энергия, я представляю. Да, это общаться постоянно, там, быть первым в лицо, ты же ответственен за все, не все. Ты же уже не можешь просто вот сказать, ну, разбирайтесь как-нибудь, ну, все. А к тебе же приходят только с теми проблемами, которые сами не решили, все что-то понимают. Они же их комплекс глобальный. И вот вынуждены проваливаться вот это вот за счетами. Да, 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 поэтому, когда кто там... Я не могу их никому делегировать, если это реально мой вопрос, то все. То есть, вот, поэтому здесь вот так вот. И поэтому планов, но это вот первая часть касаемо географии. Вторая гораздо важнее, какая будет компания внутри. Как она? Она должна быть для клиентов, понимаете? Очень важен сам продукт. Компания нужна только тогда, когда она хороша для клиентов. У нас два основных клиента. Это первое, клиент внешний и клиент внутренний, риэлтор. То есть, мы должны быть конкурентоспособными в обоих случаях. Мы должны оказывать... Вы знаете, мы сейчас... Вы знаете, сколько мы сделали много? То есть, у нас там... Сейчас сделка очень быстро проходит. Сейчас клиент в моменте, у нас там визуальный ряд. Повторяйтесь уже. А, все. Нет, 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 нет. Я просто представляю... Нет, знаете, у нас есть там... Так вот ты же не объяснила. Я имел, я не повторяюсь, я говорю для клиента. Да, да, да. То есть, что клиент, знаете, у нас сейчас он... Раньше клиент приходил, мог две недели, три недели сказать. Мы сейчас можем за день, за час ему быстро кинуть все фотографии. Он может посмотреть все видео. С квадрокоптера все снято, да, там все сделано. Завтра он уже может у нас в офисе оформить сделку и послезавтра получить собственность. А еще за это время, за три минуты он получит ипотеку. Для понимания. Это да. За три минуты, понимаете, все. Сделка на часы перешла. Раньше это было два-три месяца. Знаете, я считаю, что мы очень много законодательных инициатив сделали. По изменению. Вы знаете, мы очень много банкам шлем предложения, застройщикам. Я считаю, не только в России, там в соседних странах, да, очень много меняем, там, на законодательство постоянно инициативы есть, которые потом многие принимают, кстати, что это очень важно. Вначале скажут, вы что, да, что называется, а потом смотрю, ура. А что, нормально, да? Вот. Я, между прочим, член нескольких общественных советов, да, там различного уровня серьезных причем. Вот я об этом никогда не афиширую нигде, даже не хочу говорить каких, но они важны. Я в них принимаю участие. Я считаю, мне не все равно там, что это вот. Потому что я представитель такой большой и сильной компании. Вот поэтому, знаете, вот эта часть тоже очень важна. И насколько мы будем там эффективными, сможем быть конкурентоспособными для клиента, для риэлтора определиться будущее нашей компании. Мне больше интересно, есть вообще понимание, очертание компании к 35-му году? Или это где-то вот несколько такое размытое пока еще? Нету. Вот это вот. Я только знаю. И это правильно, это логично. Да, у нас нету вообще планов долгосрочных. Я только знаю, что мы должны быть лучшими для клиента и для риэлтора. Все. И мы это сделаем. И тогда мы будем нужны. Только тогда. Многие анализируют успешные компании. А наша компания, я считаю, уже можно анализировать. Потому что в такое сложное время быть эффективными, доказать, это уже повод для анализа. Да. Что же мы такого делаем, что не делают другие. Ну, справедливости радио очень много стали последствиями ездить из других сфер к нам. Приезжают, изучают опыт, даже большие мощные компании, топы большие, учредители, представьте, там миллиардеры приезжают, говорят, мы хотим постажироваться, вы нам интересны. Серьезно? Да, да. Вот они, конечно, просят их не афишировать, да. С Москвы приезжают крупные люди. То есть, вот, потому что, видите, в соцсети у нас, к сожалению, там, в эстеблишменте как-то не совсем принято соцсети вести, да, грубо говоря. И поэтому, когда там супертопы приезжают, они говорят, слушай, давай как-то это, без этого. По-тихому. Да. Вот, я пока временно, наверное, перестану вести соцсети, скорее всего, есть такая вероятность, да, потому что там есть определенные нюансы, скажем так. Вот, но я думаю, все равно их восстановлю, введение, да, обязательно. 35-му году точно. Нет, ну, я уверен, что это в каком-то обозримом будущем произойдет. Ну, да, 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 я понимаю. Ну, Ильдар, я понимаю, что мы можем разговаривать, наверное, бесконечно, давайте побережем аудиторию. Какие-то ключевые вещи мы охватили, поздравляю с 22-м днем рождения компанию «Этажей». В 35-й год я не буду забегать, а давай вот на 25-летие забьем стрелку, как говорится, да, в какой-нибудь другой студии. И это же интересно, вот спустя там, да, сколько-то лет посидеть и вот посмотреть, чего куда. Да, ну, я думаю, мы о встрече обязательно договоримся, и я надеюсь, что хотя бы до этого мы свой день рождения настоящий это проведем. До этой даты. Да, да, да. Вот так вот скажем. Да это без оккупозитивный мотив. Мне кажется, это будет таким индикатором, что сам все уже нормализовалось. Ну, да, мне только тогда мы провели. Да, остается верить в лучшие, надеемся. Спасибо большое. Роман, спасибо. Спасибо за внимание. Всего доброго.